Оценивая позиции белорусского рубля в течение этого года, 23-го, эксперты зафиксировали девальвацию на уровне 20%. Хотя в моменте рубль слабевал еще сильнее, был там 3,36 за доллар, имею ввиду. Можно ли назвать такое падение в течение года нормой? Либо это все-таки сильное падение, которое ударяет по уровню доходов белорусов в долларовом выражении? Ну, смотря какие критерии мы используем. То есть, если классические критерии, которые во многих странах используют для того, чтобы сказать, насколько устойчива стабильна валюта в течение года, безусловно, это много. Это чрезмерные колебания. В нашей, опять-таки, ситуации это, я бы сказал, еще далеко не самый худший вариант. После 22-го года, вот я после начала войны имею ввиду, я неоднократно заявлял такой тезис, что белорусский рубль утратил берега. Что я имею ввиду? Что экспорт, он сегодня настолько неустойчив, он держится почти на соломинках. То есть, вот там то, что смогли восстановить экспорт нефтепродуктов, калийных утобрений, там это все подпирают очень ненадежные логистические схемы и, по сути, договоренности политические с Россией, чтобы в этом помогали. И вот если этого экспорта, другого экспорта, который в России идет, не будет, а он, повторюсь, он на соломинке висит, он очень-очень неустойчив, то с рублем может быть принципиально другая картина. Поэтому вот после начала войны потенциальный диапазон колебаний белорусского рубля очень велик. А плюс сюда еще, последний год мы это очень явно увидели, добавляется схожая ситуация с, кавычка, утратой берегов с Россией, то есть с российским рублем. Ну, все видели скачки российского рубля, там, как российские экономисты говорят о феномене, так называемого, офшорного рынка, когда огромное количество денег ушло из России и, по сути, торгуется за рубежом, и тоже любое дуновение ветра может этот российский рубль привести к огромным колебаниям, а они за счет зависимости торговой, и не только торговой Беларуси от России, тоже передаются на Беларусь. Поэтому, резюмирую, как посмотреть, то есть, исходя из реальности, это, повторюсь, не так много, как могло было быть, и вот такие штормы впереди, они вполне вероятны. Но по классическим критериям даже это очень много. Ну, понятно. Я всегда пытаюсь перевести на человеческий, ну, в смысле, на свой язык, то, что вы говорите, и если я буду неправ, вы меня поправьте. Когда, значит, ты, у тебя очень какое-то сложное такое заболевание, прям такое, прям сложное, сложное, и при этом температура 37,2, а вчера была 39, и ты такой, ну, в общем, нормально, пошло, уже субфибрильное, уже так, можно жить. Но если вчера ты был огурцом, и у тебя было все хорошо, то сегодня эти 37,2 покажутся, как бы, не совсем. То же самое и с рублем, правильно понимаю? Да, абсолютно согласен. То есть, 20% в тех условиях, которые мы имеем, это, в общем, ладно, держится еще. Но если бы мы жили в нормальной стране в нормальное время, без всяких войн и потрясений, ну, блин, 20% это капец, правильно? Ну, да. Абсолютно согласен. То есть, в нормальном случае критерий был бы 36,6, мы бы с ним сравнивали. Но нам с ним сравнивать, к сожалению, и приходится. Ну, хорошо. Давайте немножко Россию затронем, потому что тоже интересно. Понятно, что мы во многом, и курс, да, и во многом зависит от России. Wall Street Journal называет Путина геополитическим победителем года. Пишет, что его позиция сильнее, чем год назад. Хваленое контрнаступление Киева застопорилось. Экономика Путина выдержала санкции. Европейская решимость угасает. Американская поддержка ослабевает. Это пишет обозреватель Wall Street Journal Джеральд Бейкер. Ранее тоже довольно влиятельное издание, журнал «Политика». Присуждает главе Центробанка России Набиулиной первое место в номинации «Разрушители года». Ну, выглядит так, что по итогам 23-го зло побеждает. Как вы оцените работу экономики России под санкциями Центробанка, в частности, да? Красавцы, красавчики вывозят? Я бы сказал, что много ума не надо на фоне чрезмерно высоких цен на энергоносители. Той подушки безопасности, которая в 2022-м особенно была накоплена, когда цены и на газ, и на нефть скакнули до небес, а еще снижение потребления из Европы, из других развитых стран, оно еще не было. То есть санкции там и потолок цен на нефть, это все позже было введено. То есть, пользуясь этой подушкой безопасности, поддерживать экономики на плаву, а то, что происходит в России, это не что иное, как поддержание экономики на плаву. Это самый лучший диагноз, который можно переписать с российской экономики. Поэтому хвастаться особо нечем, но с другой стороны, это, как и в случае с белорусской экономикой, можно сказать, что самые худшие сценарии эпокалиптические, которые, в принципе, можно было допустить, если бы вот сразу после начала войны, когда такие панические настроения на валютном рынке стали нарастать. Вот если бы, чуть отступлю, экономика такая очень инерционная штука, не только экономика, по сути люди, это экономика поэтому инерционная, что люди себя ведут инерционно. То есть, если видят, что паникуют другие, ну, я вроде как паниковать не хочу, но поддаюсь общему настроению. Вот если бы вот эта динамика марта-апреля 2022 года, она так пошла по нарастающей, можно было бы допустить, да, и была вероятность того, что в России финансовая дестабилизация пойдет по нарастающей. Но, опять-таки, задействовали резервы, которые были, нашли инструменты директивные. Говорить, что это какой-то сверхгениальный план, ну, нет, абсолютно нет. Вот, поэтому я бы сказал, что в лучшем случае можно похвастаться локальным успехом, а вот на таком, если переподняться на текущий момент, на более высоком уровне обобщенности, ну, российская экономика, она стагнирует, люди как минимум не богатеют, а многие беднеют, идет утрата человеческого капитала, даже те резервы, которые у них были, они истощаются, перспективы развития их отраслей наиболее важных для них, я имею в виду, там, те же самые нефтеперерабатывающие, нефтедобывающие отрасли, они за счет недоступности импорта очень сильно ухудшаются, там, условно, ну, яркий пример, авиаперевозки, вновь-таки за счет недоступности технологий сталкиваются с огромными вызовами, то есть не хватает запчастей, постоянной аварии, проблемы. Можно ли назвать это успехом? Ну, как по мне, нет, поэтому еще раз резюмирую, в лучшем случае можно хвалиться каким-то локальным успехом. И опять-таки очень хорошее, Константин, ваше сравнение, то есть смотря с чем сравнивать, то есть если с температурой 36,6, ну, это очень от нее далеко, но то, что не стало 39, ну, можно, да, можно сказать классно. Еще я такое мнение слышал, что, вот, опять же, когда вы говорите, что могло бы быть и хуже, если бы была такая общая паника и так далее, я слышал мнение, что мало кто ожидал, что сработают вот эти, так называемые, вертолетные деньги. То есть когда стало понятно, что на войне погибают россияне, погибает их много, и когда партии и правительства, так сказать, начали выплату вот этим семьям погибших там или раненых огромных денег, миллионов рублей, и экономика оживать начала, потому что, как бы, таким образом, искусственно спрос повысился. Ну, понимаете, такое вливание произошло, да? Это справедливое утверждение, что, как бы, это было неожиданно, но вот так случилось, и вроде оздоровилось немножко. Ну, я не могу сказать, что это было неожиданно, скорее был противовес в виде, на фоне мобилизации, там же у них еще началась очень большая миграция из России, и вот вопрос был скорее в том, что перевесит. То есть то, что эти вливания будут работать таким образом, давать такой эффект стимулирующий, ну, безусловно, когда у людей больше денег, они их больше тратят. Там покупают что-нибудь, там эти лады свои покупают, еще что-то. То есть это было ожидаемо. Ну, могла перевесить другая крайность, то, что больше людей уехало и, соответственно, меньше потребляют. Но получилось, что миграция, она, да, она высока, но она оказалась меньше в масштабах для того, чтобы повлиять на итоговый результат. Понятно. Да. Забросали, в общем, деньгами. Это, Кейнс тут ни при чем, кстати, мне почему-то все время, где-то я у Латыниной, может, слышал, это она про Кейнса все говорит. Кейнс, Кейнс, это единственный экономист просто, которого я знаю. А, еще Мизис, Мизис еще, да, ладно. Ну, это уже принудительно. Это Романчук, да, это меня заставили. Хорошо, ладно, черт с ними, с этими экономистами. Я за умного хотел сойти. А что наши бараны? Что Беларусь? Бараны. Ну, это я так, это фигура речи. Лукашенко и Головченко. Можно ли отметить Лукашенко в 23-м году победителем в номинации остановка роста цен, например? А Головченко победителем в номинации обеспечения планового роста экономики на 3,8%. Как вообще вы оцениваете год для премьер-министра белорусского и для Лукашенко, который с ценами поборолся? По большому счету тот же самый сюжет, тот же самый диагноз, что мы с вами на других примерах обсудили. То есть, локальный успех в лучшем случае, а еще может более жесткую метафору по сравнению с вашей. Если есть болезнь в виде опухоли мозга, вы вылечили бронхит, ну, вряд ли это большой повод для радости. Вот по большому счету, что произошло и с ВВП, с восстановительным ростом и с торможением инфляции, ну, это вот такая аналогия с излечением бронхита в лучшем случае. То есть, ну, давайте чуть детальнее. То есть, 3,8% ВВП, которым бодро рапортуют. Цифра в темпах прироста, да, вроде как неплохая, но всегда очень важен контекст. То есть, в нашем случае это означает, что мы всего лишь вернулись на уровень ВВП 2019 года. Чуть-чуть там незначительно его превысили, а до 21-го даже не дотянули. То есть, является ли это успехом? Ну, по-моему, это риторический вопрос. Мы говорили об этом. То есть, по-прежнему белорусская экономика находится в стагнации, более чем в 10-летней стагнации, и вот этот диагноз принципиально не поменялся. Вот это я сравниваю с опухолью мозга. Что касается инфляции, ну, механика чуть-чуть другая. Вообще этот шаг вот с постановлением 713, по моему убеждению, это прежде всего пропагандистский эффект, не экономически преследовался, то есть, показать, что вот мы обуздали цены. Почему я так утверждаю? Потому что тренд на замедление инфляции, он складывался в 22-м году и без этого постановления. То есть, замедление инфляции все равно бы происходило, и где-то, да, там, первые несколько месяцев 23-го года все равно была бы пониженная инфляция. Другое дело, что вот во втором полугодии 23-го года, да, это постановление стало играть большую роль с точки зрения сдерживания инфляции и формирования так называемого инфляционного навеса. Переводя на более человеческий язык, если сегодня это постановление одномоментно убрать, отменить, то цены подскочат так же практически одномоментно. Ну, вот мой коллега Анатолий Каритоничек оценивал, по состоянию на октябрь цифру 6% он называл. То есть, это вот тот инфляционный навес, который сформировало постановление. Отсюда тогда вопрос закономерный. Это какой-то логический, здравый шаг? Ответа абсолютно нет. То есть, задавливать эти цены постоянно не получится, и в лучшем случае вот этот потенциальный накопленный инфляционный навес, он будет трансформироваться в инфляцию постепенно. А в худшем это может быть проблема резкая, когда цены, просто, да, власти не смогут их удержать, потому что альтернативой будет дефицит, альтернативой будет то, что предприятия не в состоянии будут отдать деньги банкам. Поэтому то, что сдержали инфляцию в этом году, оно аукнется в следующем году. Я здесь очень часто привожу аналогию с 2010-2011 годом. В 2010 году тоже все власти бодро рапортовали, мы добились суперуспехов года, но жизнь с 2010 годом не закончилась. Наступил 2011 и пришел часть расплаты. То есть я единственное, я в данном случае не намекаю, что вот мы на пороге такого же финансово-валютного кризиса стоим, как в 2011 году, сейчас скорее инфляция это главная угроза. Но вот логика того, что расплачиваться за дурные действия в этом году придется в следующем, вот она абсолютно идентична тому периоду. Смотрите, я сейчас опять же, учитывая мой абсолютно дилетантизм в экономике, я хочу так немножко пофилософствовать. Правильно ли я понимаю или неправильно, что на сегодняшний день у премьер-министра, у экономистов Лукашенко главная задача это не то, чтобы там как-то вырулить на какой-то рост и обеспечить процветание населения, так сказать, и бизнеса и все остальное. Нет. Главная задача это максимально задержать падение, темпы. Вот у нас вчера был ваш коллега львовский, он говорит, что, ну, упаси бог, не будет такого, что раз и перестали покупать гречку с сосисками, же их нету, там масла и хлеб. Нет, ну такого не может быть просто в современных условиях, да, никак. Но когда через 10 лет вы оглянетесь, вы поймете, что поляки уже летают на Луну. А мы по-прежнему там, да, пытаемся как-то рассказывать людям про эти 3,8 ВВП. То есть на сегодняшний день главная задача правительства это обеспечить такое не шоковое постепенное снижение. Такое лайтовое, вроде бы даже и незаметное. Или я, может быть, не прав в этом плане? Чуть-чуть, Константин, с вами не соглашусь. Скорее у них задача сохранить уровень жизни по сравнению с самими собой вчера на примерно неизменном уровне. Потому что повысить они его устойчиво повышать не могут. Но это автоматически будет означать проседание уровня жизни по сравнению с другими странами. Ну, соседей проще всего брать. И да, тоже вот этот нарратив мы давно развиваем. Говорим, что по сравнению с другими странами вот это перманентное ухудшение, оно идет уже более 10 лет. Наилучшая ситуация с благосостоянием белорусов, например, по сравнению с поляками и литовцами, была в 2012 году. Средний белорус, то есть если мы берем среднюю зарплату по ППС, ну, давайте уже в термины не полезу, то есть благосостояние белоруса по отношению к среднему литовцу, поляку, латушуму, вот три страны я брал для сравнения, в 2012 году составляло около 75%. То есть средний белорус жил вот как три четверти от того, как жили в этих странах. На сегодняшний день это где-то 55%. То есть за последние 10 лет произошло кардинальное проседание. То есть почти в два раза лучше живет средний гражданин Польши, Литвы, Латвии, нежели гражданин Беларуси. А вот по сравнению с самими собой вчера белорусы, ну, да, они живут примерно вот после всех колебаний, если мы будем сравнивать с 2012 годом, даже чуть получше, но от развитого мира мы отстаем. Поэтому, да, тот феномен, что вроде у вас все нормально, вы не становитесь беднее, но приезжаете в соседнюю страну, и вдруг, как это после открытия совка произошло, люди видят совсем другой мир и удивляются, оказывается, что мир изменился, проблема была в нас. Да, и именно поэтому, опять же, возвращаясь ко вчерашней встрече со Львовским, именно поэтому так важно сегодня напоминать белорусам через средства массовой информации, что, посмотрите, за 30 лет, с 90-х, какой рывок мы совершили по сравнению с тем, что было до этого. То есть, грубо говоря, то, что остается, ну, как когда-то Лукашенко сказал эту свою знаменитую, гордиться прямо, скажем, нечем, но хоть где-то надо вот эти точки искать, да, чтобы создавать видимость. Не в лаптях же идя. Ну, конечно. Простите, маленькое лирическое отступление, я все вспоминаю замечательный городок, 90-е, помнишь, программу Стоянов-Оленников, когда царь-батюшка попросил привезти из Италии помощника туфли итальянские. Не помните этого сюжета? Помощник привозит итальянские туфли. Достает, говорит, во, тоже нас тут это обвиняют, понимаешь, что мы тут щи лаптями хлебаем и туфли. Так что да, не в лаптях. Я понимаю, что это гадание на кофейной гуще, никто не любит этих вопросов. Но всем жутко надо знать. Да, и никто вам за это потом не предъявит, тоже понятно, никакой здравомыслящий человек. Но все-таки, 24-й год, хотя бы первая его половина, давайте попробуем поиграть в прогнозистов. Вот у нас есть валюта, давайте возьмем там рубль-доллар и есть инфляция. Мы хотим просто конкретных цифр. Мы слышали про навес 6% и так далее. Но люди сидят, едят попкорн, смотрят на нас. И так, давай, сколько доллар будет стоить в рублях и на сколько цены поднимутся. Вот, пожалуйста, два вопроса. Окей, постараюсь ответить конкретными цифрами. Вначале маленькое-маленькое предисловие. Развитие белорусской экономики, в том числе валютного рынка сегодня, я метафорично сравниваю с хождением по болоту. То есть, вроде как такая гладь, но в любой момент можно провалиться в трясину и куча под этой водной гладью всяких неожиданностей спрятана. То есть, они на первый взгляд не видны, но там очень много гнилья, там очень много мелких ямок и тому подобное. И путь в 2024 году, это будет дальнейший путь по болоту. Если, как в 2023 году, удастся найти стежку, чтобы не свалиться в трясину, вот тогда могу озвучить цифры. Они, кому интереснее, могу быстренько прорекламировать бюроковскую публикацию. У нас на сайте прогноз на 2024 год. А сейчас дадим ссылочку. Да, мы как раз говорим про так называемый базовый сценарий, вот как я метафорично сказал, что если пойдем по той же стежке, то в этом случае мы говорим, что инфляция будет в диапазоне 8-10%, темп роста ВВП где-то от 0 до 2. Это, по большому счету, тот же самый диагноз, как и в 2023 году, хвастаться нечем. То есть, это сохранение депрессии и повышенный рост цен. Что касается обменного курса, в этом сценарии это тоже, я думаю, сопоставимая с инфляцией цифры тогда будет. Но на что более важно, я хотел бы обратить внимание, почему я начал с болота, что шанс свалиться в трясину, причем мы до конца точно не знаем, где эта трясина и там слева, справа от нас и на каком этапе мы в нее можем свалиться, он очень велик. И тогда, и причем механика может быть разная. Пока я больше шансов вижу на раскручивании именно инфляционной спирали, что она таким спусковым крючком встанет и что инфляция может перейти в неконтролируемый период развития. И цифры тогда могут быть гораздо больше 80%. Здесь, да, мне уже сложно назвать конкретные цифры. У экономистов есть такая шутка, которая не совсем шутка, что если вы смотрите в глаза двузначной инфляции, значит, битву за нее вы уже проиграли. То есть это, по большому счету, вот то, что сейчас у нас актуально сегодня на повестке дня. И если внимания этому уделяться не будет, то вполне вероятно раскручивание инфляционной спирали, это за собой может потянуть обменный курс. Ну, еще быстренько оговорюсь, еще второй, на мой взгляд, кардинальный такой риск, то, что я уже упоминал, с экспортом. Если какая-то из составляющих важных экспорта вылетит, это будет сравнимо с вырыванием фундамента из-под ног, с разрушением фундамента под ногами экономики, это тогда в первую очередь как раз-таки будет бить по обменному курсу. И тоже цифры, возможно, принципиально другие, чем вот эти 8-10% обосценения, которые я назвал по аналогии с инфляцией. Самое последнее еще отмечу, колебания российского рубля, тоже мы с вами проговорили. Мы это вот осенью хорошо видели, что по российскому рублю тоже очень много что может ударить, и это мгновенно передастся на белорусскую экономику. Поэтому, резюмируя, вот этот базовый сценарий, как я бы привел, прохождение болота по стежке, вот с теми цифрами, что я озвучил. 8-10? Да, 8-10% инфляции обосценений, небольшой-небольшой рост. Кстати, этот рост будет означать возврат к 2021 году, только чуть-чуть выше. То есть это все равно не то, чем можно хвастаться. Это, я бы сказал, самое оптимистичное развитие событий, которое может быть. Но шансы на то, что мы куда-то свалимся в трясину, они очень существенны. Насколько будет глубока эта трясина, вот, к сожалению, над болотистой гладью пока не видно. Мы точно не знаем все трясины, которые там есть. Да-да-да. Ну, вы как банки белорусские, которые готовятся к 10% инфляции, и сами сказали про оптимизм. Не слишком ли это оптимистично на фоне того, особенно, что выборы в России. То есть Путин-то сейчас, конечно, он... Он держится, он крепится, все хорошо. Да, все это давление санкций преодолевает. А потом после выборов, да, ну вот выбрали и все. Теперь можно уже расслабиться. И причем это же было не раз в истории уже. И в нашей, и в российской. Константин, именно вот такие факторы имею в виду, что мы не знаем про все трясины, которые предстоят. И это вот одна из, которые вы назвали. То есть влияние даже уже введенных санкций против России, оно тоже в 2024 году может проявиться гораздо существеннее. То, что они начнут терять нефтегазовые доходы. Этого тоже не исключаю. Последний вопрос. Есть ли точки роста в экономике Беларуси? Есть ли что-то, на что можно посмотреть с оптимизмом? Потому что вот ваша коллега Лунгина, опять-таки, она полагает, что нет. И увеличивается, так называемый, перегрев экономики. Да, риски перегрева. Увеличивается не перегрев, а риски перегрева. И что-то нужно же делать. Ну, грубо говоря, есть ли свет в конце тоннеля для современной лукашенковской белорусской экономики? Какие-то свежие идеи, на что они могут рассчитывать? Короткий ответ – нет. Спасибо. И не вижу точек роста, и не вижу свежих идей для этого, для вот той экономики, которую построили. Единственное, могу допустить, будут цепляться больше за российские эффекты. То есть, если Россия будет стимулировать через войну, через вкидывание денег в свою экономику, будет, ну, как это уже происходит в последние два года, ну, полтора, почти два года, то есть цепляться за российскую конъюнктуру, чтобы на ней как-то выехать. Ну, это вновь-таки не рост. Это просто поддержание депрессии. Ну, хорошо. Хорошо. Вот я не знаю, отпускать вас или еще все-таки спросить про вашу поездку в Штаты. Не знаю, было там что-то интересное. Ну, вы с Тихановской представляли Демсилы на стратегическом диалоге, да, в Беларуси? Ну, не то, что я с Тихановской, там 20 человек было, да. Нет, ну, слушайте, это немного, да, 20 человек. Я участвовал в секции, где говорили о возможностях поддержки частного сектора, о проблематике экономической. То есть ключевая мысль, которую, ну, как это, давайте очень кратко, как это проходило, я понимаю, для Штатов важно выработать ключевые приоритеты по работе с Беларусью, то есть скорее с их стороны это был сбор идей, сбор предлагаемых механизмов, чтобы дальше это оформить в экшн-плен. Важную мысль, которую я в том числе пытался донести, что вот как очень пережился хорошо нарратив, который Светлана Георгиевна с начала войны сформулировала, что надо отделять режимы белорусский народ. Вот в экономике точно так же очень важно отделять белорусский частный бизнес от прорежимного, от того, который содействует поддержанию режима. И, к сожалению, атмосфера, которая есть вокруг Беларуси, токсичность, она на частном бизнесе очень сказывается, то есть отказываются с ними иметь дело зарубежные контрагенты. И в этом плане нахождение инструментов поддержки частного бизнеса, которые как релацированы, так и за рубежом, на мой взгляд, это очень-очень важная задача. Я бы здесь сформулировал, почему это важно в политическом контексте, что частный бизнес – это сегодня стратегический союзник в деле демократизации страны. Нам важно это понять и искать соответствующие инструменты его поддержки, потому что если ситуация изменится, а частный сектор будет разрушен к тому времени, то строить новую экономику на руинах – это совсем другое дело, чем использовать тот потенциал, который есть. Он, к сожалению, по сравнению с 2020 годом уже значительно разрушен в значительной степени, но не полностью. Если бы мы вот эту беседу ввели в 2020 году, я был бы на порядок более оптимистичен. Уже многое потеряно. Но что-то, даже не что-то, а значительную часть еще можно спасти, можно поддержать, сохранить для перспектив в Беларуси. Вот это, наверное, если кратко, с моей стороны были основная тема, на которой я фокусировался в своей части. Вот еще интересный момент, просто интересный. У вас есть минутка еще буквально? Я хочу поделиться своей болью, потому что есть люди, если мы говорим о бизнесах, которые в 2020 году поддерживали протест, потом была война, началась война в 2022 году. Они, разумеется, против этой войны и так далее, и некоторые из них попытались либо вывести деньги куда-то, либо, ну, в общем, короче говоря, Запад тогда скрутил огромный кукиш для таких людей, потому что Беларусь, потому что соагрессор. И Запад не особенно разбирал. Ты там принимал участие, ты поддержишь, не поддержишь? Нет, просто не разбирал. Он блокировал счета, они, там, западные компании разрывали контракты и так далее, и так далее, и многие адекватные ребята белорусские сказали, а, окей, развернулись и пошли на восток. Кто-то там в Россию, кто-то в Казахстан, кто-то в Китай, кто-то еще куда-то, не знаю, в Индию. Вот. И это ведь, ну, мы можем говорить, что это такая недальновидная политика Запада была в отношении наших бизнесменов, наших предпринимателей, которым просто перекрыли кислород ни за что? Или все-таки это было оправдано, как вам кажется? Я бы не ставил таким образом вопрос, Константин. Для них белорусский сюжет, это было небольшое дополнение к российскому сюжету, и конкретно в отношении к Беларуси мы можем даже на формальные посмотреть документы, когда вот там санкционные пакеты принимаются, речь идет о соучастии в войне, российской агрессии против Украины, и здесь с позиции Запада важно было не оставить такие действия безнаказанными. То есть поэтому такой вопрос, как это подействует на белорусский частный бизнес, как это поддерживает вот на тот гражданский потенциал, который проявился в двадцатом году, для них этот вопрос не стоял на повестке дня. Это щитки летели. Да, это наш вопрос, и вот именно поэтому, говорю, его важно поднимать нам. То есть для западных стран, повторюсь, это маленькая-маленькая сюжетная линия в большом сюжете про Россию. Они на такие вещи сами обращать внимания не будут, и нам важно артикулировать эти вопросы. Еще вот буквально одну секунду оговорюсь. Еще важный момент, когда я заявляю важный тезис про то, что частный бизнес – это стратегический союзник в деле демократизации страны, я при этом очень хорошо понимаю, что да, многие бизнесы, они вынужденно-невынужденно перестроились на работу с Россией, а кто-то вообще вполне может быть любителем режима Лукашенко, я это хорошо понимаю. Вопрос не в том, что… не только в том, что в голове у частного бизнеса, хотя таких вот любителей Лукашенко там наверняка очень-очень мало. Вопрос в том, что то, как они работают, выстраивают свои модели, они дают больше свободы людям, они дают больше людям развиваться, они заинтересованы в конкурентоспособности. Поэтому вот их сама по себе бизнес-модель, она созидательно, она создает условия для развития того человеческого потенциала, который мы увидели в 2020 году. Вот именно на этом основан мой тезис, и именно отсюда следует постановка вопроса, что нам очень важно не утратить этот огромный потенциал, который был накоплен в виде белорусского частного сектора. – Дмитрий, спасибо вам огромное за разговор, как всегда, как всегда. И с наступающим, ну что еще сказать, с наступающим. – Спасибо, вас также. – Спасибо. – Спасибо. – Счастливо. 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 Редактор субтитров А.Семкин